Мы уже с вами рассмотрели много захватывающих и загадочных минералов, но сегодня я хочу обратить ваше внимание на обсидиан. Великолепная разновидность вулканического стекла уже давно стала частью нашего повседневного мира, от предметов домашнего обихода до ювелирных украшений. И сегодня я расскажу, что же представляет собой обсидиан. С вами Анатолий и вы на канале Тестоун. Не забудьте про подписку, лайк, репост. Начнем. Обсидиан – это вулканическое стекло, образующееся при внезапном охлаждении расплавленной лавы. Это минерал. Ответ кроется в том, как он формируется. Обычно, когда лава течет, она превращается в толстые слои твердой породы. Слои плотные и в них редко обнаруживаются кристаллы. В зависимости от минерального и химического состава лавы, ее делят на два основных типа. Мафическую – от магнезиум и феррум, и солическую – от силициум и алюминиум. Мафические лавы темные, плотные и состоят в основном из минералов темного железа и магния, но содержат мало более легких элементов, из которых состоят кремнеземные минералы и горные породы. Базальт – распространенная форма этой лавы. В солических лавах все наоборот – высокое содержание кремнезема и низкое количество железа и магния. Эти лавы состоят из кварца и полевого шпата, поэтому имеют более светлый оттенок. Реолитовая порода является ярким примером лавы с высоким содержанием кремнезема. Эти два основных типа лавы могут производить то, что мы называем обсидианом, но настоящие обсидиановые формы образуются из солической лавы, быстро охлаждающейся. Амафическая лава может образовывать так называемое базальтовое стекло, которое имеет темный цвет и образует выстилку из пузырьков или газовых карманов. Базальтовое стекло имеет тенденцию быть относительно небольшим, тогда как обсидиан, образовавшийся из солической лавы, может встречаться огромными слоями. Ярким примером этого являются обсидиановые скалы в Йолустонском национальном парке. В состав солической лавы входит в основном кремнезем. Когда он быстро охлаждается при контакте с водой и даже воздухом, минеральные кристаллы обычно не могут образоваться. Итак, настоящий обсидиан это не минерал, а стекло. Любой, кто видел предметы из обсидиана, знает, что он всегда похож на стекло, темный и прозрачный. Он существует в нескольких различных формах, которые привлекательны и интересны художникам-гранильщикам, которым нравится работать с веществом, имеющим свойство раковистого излома. Несомненно, именно раковистое растрескивание обсидиана привлекло к нему внимание древних людей. Подобно стеклу, когда обсидианом развивается, образуется узор, представляющий собой изогнутую, похожую на ракушку поверхность, острую, как бритва. Очевидно, это было очень полезно для первых охотников, которые умели изготавливать острое оружие или инструменты, включая ножи и наконечники стрел. Сломанный обсидиан будет иметь острые края, поэтому людям не потребовалось много времени, чтобы понять, что можно ударять по краям куска обсидиана, чтобы сделать свои инструменты. Со временем люди поняли, что применяя постоянное давление на края обсидиана, можно добиться желаемой формы и остроты. Обсидиан обычно выглядит черным или серым, но не всегда является прозрачным, как стекло. По своей природе лава имеет тенденцию быть мелкозернистой, что придает ей темный цвет, но препятствует росту кристаллов. Обсидиан в основном аморфен или некристаллический, но в нем часто образуются крошечные субмикроскопические шарики или минеральные зерна. Эти крошечные шарики кристаллов в зависимости от размера создают различные интересные виды обсидиана. Один из наиболее популярных видов обсидиана называется обсидианом-снежинкой, снежным обсидианом. Этот темный обсидиан представляет собой очень маленькие цветкообразные шарики минералов. Время и более медленная скорость охлаждения лавы позволяют некоторым кристаллическим молекулам кремнезема сближаться, образуя микрокристаллические кластера минерала белого кристаболита, разновидности кварца. Ювелиры используют снежный обсидиан для создания куполообразных кабошонов, камней для колец и камней подвесок. Махагоновый обсидиан имеет изогнутые полосы коричневого цвета, проходящие через более темный серо-черный обсидиан. Хотя солическая лава в основном состоит из силикатов, она содержит некоторые железистые минералы, такие как магнетит и гематит. Присутствующее железо может приобретать коричневый цвет, что по сути представляет собой оксид железа, похожий на гематит. Оксид железа может образовываться на поверхности и смешиваться с потоками лавы. В результате получается обсидиан с полосами или изогнутыми узорами от коричневого до желтого цвета. Этот тип обсидиана, представленный сегодня на рынке, происходит из одного района на горе Андреас в штате Халиско к западу от Мехико. Радужный обсидиан – самый красочный обсидиан, ставший популярным примерно за последние 2-3 десятилетия с момента его появления на рынке. Когда в слое преобладает один конкретный минерал, вы можете увидеть только один цвет. А в радужном обсидиане может встречаться несколько слоев с разными включениями разных минералов. И поэтому каждый вырезанный кусок радужного обсидиана будет различаться по цвету и рисунку. Обсидиан может содержать и другие минералы, такие как пероксен, плагиоглаз, слюда и различные полевые шпаты. Каждая из них играет роль в формировании цветов, которые мы видим в радужном обсидиане в результате преломления света, попадающего в обсидиан. А если слои обсидиана более тонкие и содержит много магнетита, который придает ему огненный перелив, его называют огненным обсидианом. Другой минерал – гейденбергит – в сочетании с пузырьками газа придает обсидиану коричневатый, серебристый или золотистый оттенок блеска. Его тоже можно частично отнести к радужному обсидиану, но общее название звучит как «блестящий обсидиан», а выглядят и блестят они так, как будто содержат целые галактики. А в Аризоне найдена интересная форма обсидиана – маленькие округлые камушки, попавшие в минеральный перлит, образовавшиеся из стекловидных остатков обсидиана, впитавшего воду и разложившегося. Это так называемые слезы апачей. Слезы апачей можно найти во многих местах Аризоны, Нью-Мексико, Невады и Юты. Месторождение Нью-Мексико представляет собой огромный промышленный объект открытого типа в горах к западу от Сокора. Слезы апачей в Аризоне встречаются в огромном месторождении Перлита, недалеко от шоссе 60, ведущего в Супериор и шахты Магма. Депозит уже много лет открыт для коллекционеров за плату. Он расположен на подножье высокой скалы, и именно здесь родилась легенда 19 века о битве между племеней Апачей и кавалерией США. Легенда гласит, что апачи Брейбс сражались с кавалерией США, но были на грани поражения. Вместо того, чтобы сдаться, воины, которые все еще были верхом, решили спуститься на лошадях с высокой скалы и умереть внизу. С тех пор утес стали называть Апач-Лип, буквальный перевод «Прыжок Апачей». Когда женщины Апачи увидели своих мертвых храбрецов в подножье скалы, они плакали и плакали, и когда эти слезы падали, капли превращались в камень. Эти маленькие округлые черные сферы обсидиана теперь известны как слезы Апачей. Использование обсидиана простирается еще в эпоху палеолита. Благодаря своим хрупким и острым краям из обсидианов изготавливали смертоносные копья, наконечники стрел и другое оружие. Со временем древние люди начали использовать обсидиан и для других целей. Конечно, украшения из обсидиана стали популярными. Из обсидиана также вырезали кухонную и другую домашнюю утварь. Шаманы и целители, напротив, почитали обсидиан за его духовные свойства. Первое упоминание слова обсидиан датируется 77-м годом н.э. в энциклопедическом труде римского натуралиста Плиния Старшего «Естественная история». Плиния отмечал, что обсидиановое стекло похоже на камень, обнаруженный в Эфиопии путешественником по имени обсидий. В этом труде она обозначалась как «Ляпис обсидианус», а буквально «Ляпис камень, обсидианус обсидия». Обсидиановые камни занимали особое почетное место в империи майя. Майя ценили обсидиан так же, как другие жаждали золота. Купцы майя обменивали обсидиан на валюту. Они же верили, что обсидиановые зеркала открывают будущее. Много столетий спустя империя ацтеков также стала почитать обсидиан. Ацтеки связывали поразительное вулканическое стекло с Ицли, богом камня. Учитывая такую богатую историю и значение, неудивительно, что обсидиан ценится многими людьми во всем мире. Итак, для чего используется обсидиан сегодня? Как и в древние времена, из этого гладкого и блестящего камня можно сделать потрясающие украшения. Ожерелья и браслеты из обсидиана являются популярным выбором. Помолочные и обручальные кольца из обсидиана – отличный способ подчеркнуть чувства. Однако обсидиан – это больше, чем просто красивые ювелирные изделия. Как и в древности, из обсидиана изготавливают режущие инструменты и другую кухонную утварь, например, кружки и посуду. Обсидиановые зеркала пользуются большим спросом, хотя в основном используются в декоративных целях. Даже хирургические скальпеля сделаны из обсидиана. Кстати, вот у меня в руках сфера. Она была приобретена как обсидиан, но в таком полированном виде очень тяжело сказать – это обсидиан, может агат или оникс или это просто стекло. Очень трудно понять, что это. Меня давно мучил вопрос, как понять, что перед тобой. А давайте сделаем так, наберем под этим видео 2024 лайков и я разобью эту сферу, чтобы посмотреть, что у нее внутри. Будут ли там раковитые слои или это просто кусок стекла, или там будут слои, характерные для полосатого халцидона агата. Дело за вами. Итак, что же мы узнали сегодня? Обсидиан – это вулканическое стекло, а не минерал. Он образовался в результате застывания лавы. Имеет в основном черный цвет, иногда добавляются разные цветные включения из-за различных минеральных добавок, а иногда и специфический блеск. Его специфика образования, структура была очень полезна нашим предкам создания оружия для охоты. Это стекло было почитаемо во все времена, включая наши дни. Из него изготавливают не только различные украшения, фигурки и подделки, но и оружие и даже скальпели. Действительно удивительный, ну почти минерал. Надеюсь это было увлекательно и познавательно. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться с друзьями. Давайте вместе познавать загадочный мир минералов. Всем спасибо за просмотр, до встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok